Восемь православных икон настоятелю храма Спаса Нерукотворного Архимандриту Флавиану вручил начальник Южного таможенного управления. По словам Сергея Пашко, передача таких реликвий и предметов старины в церковь стала доброй традицией для южно-российских таможенников. Ежегодно они пресекают незаконный перевоз через нашу границу тысячи различных предметов старины и религиозной утвари. Таким образом, таможенники способствуют сохранению культурного наследия страны. Таможенная служба и, естественно, Южное таможенное управление уделяют очень пристальное внимание направлению пресечения незаконного оборота культурных ценностей, предметов религиозного культа. Я хочу отметить, что по прошлому году именно в этом направлении у нас было два уголовных дела, 20 дел об административных правонарушениях, а в первом квартале 2016 года, опять же, уже два уголовных дела и 8 дел об АП. Эти иконы также относятся к национальному достоянию, которое бережно охраняется законом. Среди реликвий особо ценная лик первопрестольника, свидетеля Воронежского святого Митрофана. Все иконы займут достойное место в храме. Иконостас не сделан, потом не сделаны еще киоты для икон, которые должны стоять, потому что еще не до конца храм оформлен. Я думаю, что это лет через года три, где-то мы сделаем всякие киоты, все расставим, и тогда уже подарки примут свое место. Пока святыни будут находиться в Резнице вместе с другой драгоценной церковной утварью, в числе которых образ Христа Спасителя, подаренный президентом Владимиром Путиным, и икона Святой Троицы от патриарха Кирилла. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.